здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим об усилении иммунитета можно ли помочь иммунитету и так а иммунная система она очень важно для нашего организма то есть иммунный ответ это наша защита от вирусов и бактерий различных грибков паразитов листов и так далее тема на самом деле очень обширная но сегодня я пробегусь по основным моментам я думаю что это очень будет вам полезно и правильно сегодня существует множество различной литературы различных научных трудов статей вот и сегодня мы приблизимся немножко ближе к правде от чего возникает проблема и так я уже много раз говорил какие бывают болезни как они устраняются вот с помощью чего не всегда не имеет чисто материалистический аспект часто это может быть и кармический аспект испытания человека и темные вызывает из заболевания порча из глаз поэтому медицина здесь к сожалению или частью бессильно устраняется это совершенно другими путями так как традиционная медицина еще не доказала наличие души потому как если что-то наука не доказала значит этого не существует поэтому сегодня современная медицина она не знает как поднять иммунитет потому что не понимает какие клетки надо стимулировать иммунной системы насколько их надо стимулировать и поэтому сегодня существует лечение как бьют из пушки по воробьям вот и традиционная наука не знает как поднять на самом деле это конечно все при уменьшении давно уже все знают как поднимать иммунитет вот большинство ученых людей прекрасно понимают да доказать может не доказали но все знают что это работает что это существует и это есть иммунная система она работает совокупности с другими системами организм таким как лимфатическая система вот если организм засорен то он будет весь засорен естественно иммунная система будет не защищать от микробов вирусов паразитов грибков и так далее будет больше тратить энергии на поддержание и на очищение своего организма от внутреннего засорения потому как эти клетки они тоже работают в организме так как внутри организма да только в одном кишечнике живут более двух с половиной килограммах бактерий и кишечник он является своей автономной системой имеет свой мозг и сегодня ученые не могут выяснить из кишечника более 20 видов максимум 20 видов бактерий другие они бактерии не выселиваются вот если ученые хотят это сделать то естественно должны понимать как работает организм поскольку наука до сих пор не понимает как работает организм человека у них нет ответов на множество вопросов и я считаю на сегодняшний день большинство направлений медицины они находятся в полном тупике поскольку определенным силам это выгодно чтобы эта наука дальше не развивалась и шла по ложному следу об этом я очень много говорил на своем канале вот можете посмотреть открытию будет интересно и так существует видовой иммунитет видовой иммунитет имеется ввиду когда мы в процессе эволюции сущности нас перепрограммировали те кто отвечает за нас кто заселял нас на эту планету как они писали программу какой должен быть у нас иммунитет со время естественно менялся менялась в зbro за terra на земле менялась атмосфера вот озоновых слой содержание кислорода углекислого газа золот и так далее естественный менялся иммунитет для наших создателей ничего не представляет сложного периодически менять иммунитета переписывать программу если индивидуальный иммунитет естественный которые вырабатываются в течение жизни у каждого человека А если у человека нет никаких заболеваний, в медицине их называют генетическими, я их называю кармические или данный человек как жизненный урок, испытания, то естественно иммунитет может практически любой человек поддерживать на должном уровне. Просто нужно знать ряд вещей, которые помогают это сделать. На самом деле там ничего сложного нет. Может быть сложно, первые несколько лет вникнуть, как надо питаться, что такое здоровый образ жизни, подогнать этот здоровый образ жизни под себя, потому что у каждого человека своя загрузка, свой образ жизни. Кто-то много работает, кто-то мало работает, нервные стрессы, проблемы в семье, финансовые проблемы и так далее. То есть каждый подгоняет это все под себя. Люди, которые часто болеют простудными заболеваниями или вообще очень часто болеют, всегда нужно обратить внимание, почему это происходит, причины какие. Естественно обратиться к специалисту, который понимает в организме человека и понимает как это все устроено, как все работает. Помимо традиционных врачей, есть врачи, которые знают и традиционную медицину и нетрадиционную медицину, плюс еще занимаются ченнелингами. Такие специалисты они самые-самые ценные, естественно, которые понимают как это все работает, потому что соединяют все эти знания воедино. Итак, как же можно укреплять иммунитет? Хотел бы еще сказать, пока есть мысли в голове нужные. На Земле за последнее время создали очень много различных вирусов искусственного происхождения. Эти вирусы, они разрушают иммунную систему человека. К сожалению, на сегодняшний день определенным силам выгодно сокращение населения Земли, чтобы не было рождаемости. Естественно, таких вирусов размножается все больше и больше. В том числе существуют другие материки, которых мы сегодня не знаем, которые от нас скрывают, в том числе и ледяной покров, в котором содержится множество бактерий и вирусов, которые могут при таянии ледников попасть на наши континенты и тогда иммунная система будет долго еще адаптироваться к этим вирусам, паразитам различным. Об этом тоже нужно помнить. Существует очень много всего. Ну, начну я, наверное, с питания. Питание, оно очень важно, то есть больше фруктов, овощей. Как я уже говорил, многим людям, которые особенно духовно развиваются, становятся на духовный путь развития, подходит вегетарианство и сыроедение. И очень медленно и плавно надо переходить на эти все виды питания. Это очень важно для понимания. Большинство сыроедов, планеты этого не понимают. Поэтому и различные проблемы у многих возникают. Многие люди соскакивают и потом ругают эти типы питания. Естественно, в последнее время очень сильно засоряют пищу. И различными нитратами, нитритами, пестицидами и генно-модифицированные продукты тоже влияют на иммунную систему. Конечно, в глобальном масштабе все более и более эти вещи будут распространяться со временем и сложнее и сложнее будет найти качественную еду и качественное питание. Естественно, на канале у себя я об этом очень много говорил, много разных экспериментов на себе делал. Естественно, есть частные консультации, всегда можно обратиться, все это узнать. Поэтому дефицит каких-то витаминов. Не забывайте находиться на солнце, зимой ходить в солярий. Кому-то помогает массаж, растирание. Витамины быстро усваиваются из растительной пищи. Так как в животной пище их гораздо меньше. В животной пище белки там могут быть, аминокислоты, жиры и так далее. То есть там тоже витамины есть, но вот большинство витаминов в такой форме, которая лучше всего усваивается, это находится в растительной пище. Разные химические витамины не советую принимать, потому как все-таки ученые еще не научились их делать лучше, чем природа. Поэтому старайтесь получать витамины из настоящей пищи. Сон. Знаю по себе, очень много разных вещей на себе делал, экспериментировал в жизни. Если мало спишь, очень легко можно заболеть. Поэтому в десять легли, в шесть встали. Для большинства людей это подходит. Восьмичасовой сон. Правильно, естественно, кровать, хороший матрас, полная темнота, проветренное помещение, сон хороший, помогает. Стресс. Стресс очень сильно вредит всему, так как вы выглядите. На иммунитет очень сильно влияет. Естественно, надо бороться со стрессом. Я сейчас буду признаки все перечислять, но у многих людей эти признаки могут сочетаться вместе. И когда они вместе, то иммунитет вообще разрушается. Вот я раньше часто болел там и различными инфекционными заболеваниями. То есть, вирус гербиса от рождения у меня был. И как только я лучше спал, лучше ел, меньше нервничал, он меньше раз вылезал у меня на губах. Меньше я болел простудными заболеваниями и так далее. Ну, естественно, потом начал заниматься ченнелингами и, естественно, себе различные защиты прописал. И теперь практически этого вируса у меня практически нету. Он сидит очень глубоко, далеко и очень редко дает о себе знать. Тренировки, спортивные тренировки, физическая нагрузка. Если вы очень много будете тренироваться и заниматься физически, но не важно. Бег, акробатика, тяжелая атлетика, плавание. Все чрезмерное, запредельное имеет обратный эффект. Вот физкультура, да, свежий воздух, физкультура, да, имеет хороший эффект, когда открывается шунг и кровообращение по органам идет, по конечностям. То есть это правильно, это здорово. Йога, растирание, водные виды спорта. Холод и жара. Что экстремальный холод длительно, да, что экстремальная жара длительно, тоже плохо влияет на иммунитет. Организм работает на износ. Организму приходится сильнее восстанавливаться, им больше спать надо, да, более качественно питаться, меньше стрессов, больше отдыха. Алкоголь, табакокурение, наркотики тоже это все разрушает, убивает иммунитет, потому что в норме этого не должно быть у человека. Когда так резко человек получает ударные дозы различных вещей, которые не должны находиться в организме, да, вот, естественно, иммунная система начинает тоже работать и работать на износ. Дальше. Лишний вес. Когда лишний вес у человека, естественно, все органы системы, они работают с напрягом. Сердечно-сосудистая система, лимфатическая система, много токсинов, шлаков различных. Шлаки я в кавычки ставлю, потому что многие под шлаками понимают совершенно разные. Яды, токсины различные, засорение организма. То есть, в иммунной системе тоже надо напрягаться втройне, поэтому лишний вес надо убирать, чтобы все нормализовалось. Конечно, когда совсем дистрофия, это тоже не есть хорошо. Во-первых, я не сказал, что входит в иммунную систему. Во-первых, входит вилочка, железотимус, миндалины входит, селезенка входит, лимфатические узлы, костный мозг входит. В кишечнике есть лимфатические моменты, и другие небольшие органы, скопления лимфоидных клеток. Поэтому это нужно понимать. Пластины ПИЕ есть в кишечнике, что я хотел сказать. Аппендикс, то есть там тоже есть лимфоидный клеток. Двигаемся дальше. Значит, вакцинация, иммунная система. Про вакцины я говорил очень много у себя видео. Первоначально вакцина, да, идея хорошая, когда вакцинируют организм. Я вот не сказал вначале, что еще есть, когда вакцинируют человека. Это искусственный иммунитет, индивидуальный искусственный иммунитет. И таким образом, вот этот искусственный иммунитет, он поддерживается вакцинами. Но вакцины, они первоначально, когда были придуманы, да, Луи Пастер над этим работал. Естественно, совершенно другие мысли у людей в голове были, да, и воздействие другое на организм было. Что у человека внедряли небольшой антиген, вырабатывалось антитело на этот антиген. И когда человек сталкивался с реальным антигеном, то у него уже была иммунная система. Есть болезни, которые, например, корь, краснуха, ветряная оспа. Эти заболевания вызывают стойкий пожизненный иммунитет. То есть, один раз переболел, и это навсегда. В следующий раз человек уже не может заболеть. Но простудные заболевания, другие виды заболеваний, они как раз таки и не вызывают стойкого иммунитета. Так как очень много разновидностей вирусов гриппа и других вирусов, которые дают иммунитет от 2 недель до 8 недель. И дальше заново. То есть, человеческий организм, лунная система не может противостоять, потому как эти все вирусы были придуманы искусственно в разных периодах времени на Земле. Сегодня вакцинация, она под видом вакцинации проводится, естественно, и стерилизация населения постепенная, и травят нас. То есть, под видом вакцинации все что угодно могут добавлять, и со временем это все будет меняться. Так вот, знаю людей, которые вакцинируют своих детей, которые не вакцинируют своих детей. И причем они все находятся в одном месте, в детском садике, либо в школе, и когда поголовно начинают болеть, люди, которые вакцинируют, они все пластом лежат в больнице, в инфекционном отделении. Другие, которые не вакцинируют, все переносят на ногах. Гораздо легче эти заболевания, быстрее выздоравливают. Конечно, определенным силам такая информация не нужна. Сама идея вакцинирования, это очень классная штука. Первоначально, когда было много заболеваний и справились с этими заболеваниями с помощью вакцин, но сегодня это не те вакцины, которые нельзя применять. Гигиена. Гигиена, естественно, надо мыть руки там, мыться чаще, обрабатывать руки, когда особенно с детьми имеете место общаться. То есть обязательно. Кстати, вот с детства надо ребенку воспитывать вот эти все повадки правильные, чтобы была сильная иммунная система. С детского садика, во-первых, грудное кормление минимум один год натурально, а то и полтора года. Все это индивидуально определяется на консультациях. Вакцинация, кстати, разрушает иммунную систему очень сильно с детства, если вакцинировать детей. Мы это много раз в ченнелинга смотрели. Легче. Ребенок заболевает разными заболеваниями. Неправильное питание. С детства пичкают побольше животной пищи, конфетами, различной химии. Естественно, есть натуральная еда. То есть поскольку мы, допустим, ну я вижу на своем ребенке, как бы, да, как приходится много времени уделять ему, чтобы качественная еда была, чтобы самому приготовить. Хотя бы пока он окрепнет и вырастет, там сам решится, что он будет есть, что он будет делать и так далее. Это очень важно гигиена. Многолюдные места. Когда вы ходите в разные места, вы должны понимать, что часто бывает так, что люди болеют в этих местах. И стараться в таких многолюдных местах часто не появляться. Фармакология. Есть различные иммуномодуляторы, иммунокорректоры. То есть очень много разных препаратов. Это не доказано на сто процентов, что они там что-то повышают. Хотя есть научные исследования, что какие-то наши отечественные препараты очень хорошо влияют на те, на другие заболевания. Я не говорю ничего, что они не помогают. Да, возможно, они в каких-то заболеваниях какие-то симптомы убирают. Но, опять же, не надо запускать, доводить до такого состояния, когда у человека ВИЧ, там, Эпштейн-Бара вирус и так далее. Когда приходится бороться на серьезных уровнях, конечно, тогда уже, как говорится, все перепробуешь и будешь применять на себе. Голодание. Голодание. Много раз смотрели. Большинству людей голодание не подходит. Особенно длительное голодание. Хотя есть фанаты голодания. Вот. Мечтают решить все проблемы с помощью голодания. Если жестко голодать, то, наоборот, вы получите кучу других заболеваний. Ослабление организма, вы будете долго восстанавливаться. Я за свою практику, за свою карьеру, за занятия ченнелингами, общения с людьми. Ну, не видел, что в сущности, с кем мы общаемся на тонком плане, рекомендовали голодать человеку больше четырех, там, шести дней. Остальное – это исключение, там, да. То есть, это уже когда надо бы на параноидение переходить. Не более того. Дальше. Неграмотное применение антибиотиков. Я уже говорил о своем отношении к традиционной медицине. Везде должна быть золотая середина. Вот если вы сильно очень заболели, и вы прямо ощущаете, что вы сами не справитесь, да, надо принимать антибиотики. Принимал неделю, все нормально, но восстановился на два-три-четыре месяца. Не так, как я кашлял, там, три года, там, не мог восстановиться самостоятельно. Но организму не хватало, потому что стрессы жесткие были, нагрузки и так далее. Очищение организма, в том числе и в нефатической системе. Много существует травяных чисток, фруктово-овощных чисток, разных солевых чисток. Их очень много. На самом деле, если вы правильно питаетесь, этого достаточно, чтобы очистить свой организм. Не обязательно. Я считаю, что это экстремальные вещи. К ним надо прибегать только в крайних случаях. И то под контролем специалистов, который именно эту чистку проводил. И есть наблюдение, да, в каком-то стационаре или в каком-то центре медицинском. Солнце. Обязательно надо загорать. Зимой ходить в солярий. Витамин D – это очень важная вещь, особенно для сыроедов, веганов. Те люди, кто питаются животной пищей, они могут из животной пищи еще и получить, естественно, и провитамины D. Под действием солнечных лучей, солнечные лучи попадают на кожу, вырабатываются провитамины D. В организм они превращаются в витамин D из много различных компонентов. Конечно, витамин D это, не усываются без фосфора, кальция. То есть это все вместе идет. Один витамин или другие минералы, они сами по себе несостоятельны. Они работают в химической лаборатории и взаимодействуют друг с другом. Я уверен, на 100% никто на Земле не понимает, как до конца это все работает и в ближайшее время еще предстоит только узнать многие вещи и открыть. Поэтому я тоже очень много говорил. Опять же, с солнцем и с загоранием в соляриях не надо перебарщивать. То есть нужно иметь определенную золотую середину. Далее, вода. Многие люди мало пьют, либо некачественную воду пьют, или пьют там всякие жидкости, газированные напитки и так далее. То есть, естественно, побольше жидкой воды, жидко чистой воды надо пить, которая не содержит сахара всякие, консерванты, подсластители и так далее. То есть больше живой воды надо использовать. Иногда можно и минеральную воду. Травильные различные чаи нужно пить. Пожалуйста, тоже помогает. Люди, которые применяют гормональные препараты, естественно, они тоже плохо влияют на весь организм, члены иммунной системы. Нужно понимать, если вы самостоятельно их принимаете, советую от них избавиться, искать другие методы стимуляции или защиты. А если там, конечно, уже серьезные заболевания, то без этого никуда. Естественно, надо поддерживать свой организм максимально правильно. То, что я перечислил выше. И, естественно, закаливание. Закаливание – процесс такой тоже серьезный. Не всем это подходит. Так же, как длительное голодание не всем подходит. Есть общее закаливание. Есть механизмы в интернете и в книгах, как надо закаливаться. Сейчас я не буду на них останавливаться. Есть специалисты, которые рекомендуют закаливать стопы. Вот многие, наоборот, говорят – кутайтесь, когда заболеете. Есть специалисты, наоборот, советуют, что надо хотя бы с 10-15 секунд начинать в холодном тазике топтаться, потом вытирать эти ноги. Контрастные души различные. То есть, многим людям закаливание здорово помогает. И гораздо меньше люди болеют. Итак, вот все вот эти пункты, которые я перечислил, это влияет хорошо на здоровых людей, у которых нет кармических заболеваний, которые связаны с иммунитетом. Если нет жизненных уроков, испытаний, связанных с иммунитетом. Если нет темных, которые испортили программу, переписали ее, которые влияют на иммунитет. И порчи с глазом. Это все недостижимо для традиционной медицины. И люди в это не верят и не понимают. И даже думать об этом не хотят. То есть, вот эти все факторы, ну и ошибка в программе, но это редко бывает. Это за скобки вынесено. Все вот эти вещи, они очень влияют пагодным образом. Тем, чем мы занимаемся на данный момент времени. Что можно сделать? Во-первых, можно сделать защиту на все здоровье поставить, на всю жизнь. Это очень классно помогает. Можно отдельные какие-то руны защитные ставить, на очищение организма, на выведение токсинов, на удаление ненужных вирусов, бактерий, паразитов, грибков, глистов, бактерий, установка защиты от них тоже на разные сроки жизни. Это тоже здорово помогает. Многие люди, у которых установилась эта защита, они четко прямо могут объяснить, что они реально стали реже болеть, гораздо реже. Многие вирусы, бактерии, паразиты неизвестны науке, которые есть в человеческом организме. Если человек питается обычной пищей, находится на всеедении, у него гораздо больше бактерий, паразитов, глибков, глистов в организме. Когда он переходит на вегаство, у него гораздо меньше. Вегетарианство идёт, потом вегаство, ещё меньше, сыроедение, еще меньше, фракторианство, ещё меньше. переходит на проноедение, практически вирусов, паразитов, грибков, глистов, бактерий у него практически нет в организме. То есть это все взаимосвязано, чем более грубая пища, тем больше рассадник бактерий, паразитов, грибков, глистов и так далее. Различные руны, которые очищают лимфатическую систему, можно отдельно попросить, очищают и повышают работу иммунной системы, это тоже можно специализированные руны заказать, попросить, все это можно сделать. Общие какие-то защитные руны, которые будут охранять вас, чтобы не проникали и не влияли никакие вирусы, бактерии на вас, чтобы меньше различных простудных болезней было, это все можно отдельно, либо общую руну от всего прописать человеку, то есть это все будет работать, в том числе и защита темных, порча, сглаза, других магических воздействий. Существуют, конечно же, вещи, о которых я не сказал, там различные сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, который пагубно влияет на иммунную систему, да любые заболевания, которые существуют у человека, они пагубно влияют на весь инфлятор, в том числе на иммунную систему. Поэтому я думаю, что тема такая очень интересная и стоит над этим задумываться. До сих пор не знаю, для чего нужна лимфатическая система человека, считается, что это перерождение, раньше она была нужна реально, мы смотрим в ченнелингах, сегодня эта система практически не нужна, она вторичная. Но когда-нибудь более глубоко затронем эту тему, когда будет возможность и скопится достаточное количество нужной информации, вот я думаю, что эта лекция была вам полезна, вот, приветствую всех у себя на канале, подписывайтесь, не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите свои комментарии. Удачи, всего доброго, увидимся в новом видео, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok